Но сейчас больше владеет мячом гости. Я как раз хотел сказать о том, что команда ЛКС занимает четвертое место в турнирной таблице. Более того, она до сих пор претендует на лидерство. На тройку-то тут даже, как говорится, к гадалке не ходи. Более того, несколько туров назад она лидировала. Удар и 1-0. Да, отскочил мяч к Ивану Крылову. И тот, не раздумывая мощнейшим ударом, чуть не порвал сетку. Но больше пока сумбура в действиях «Газпрома» и «Югры». На добивании нет. Будут разыгрывать. И все-таки, как обидно, как обидно. Сейчас пересекает мяч линию ворот. Это очень обидно. Кто у нас забивает этот гол. В принципе, конечно, розыгрыш был замечательный. Иван Беспалов в матче с Алгой сделал дубль. Вот. А вот и Гук. Ну и что? На добивании, Сережа. Но вот Чернявский в нужном месте. 2-1. Интересно, интересно у нас разворачивается событие. Молодцы. Очень такой трудовой гол. Молодцы. И Сергей Гук не остановился после первого своего удара. Продолжил эту борьбу. Нанес... Брак не пройдет. Так. Что случилось? А, это просто устное предупреждение. Как я понимаю, фола здесь не зафиксирована. Иначе бы тогда мяч отдали бы гостям. Ух! А вот это браво! Браво, Матвей Лаптев! Браво, Степан Сафронов! 2-2. Ну что ж. Но от Данила Тахтарова мы всегда ждем больше. Сергей! Сергей! Как же так, Сергей! И вот. Вот к чему это приводит Сергей Гук. Ну что такое? На ровно... На пустом месте Сергей. И потерял мяч. Арбитры сегодняшнего матча. Вячеслав Семенов из Москвы. Сергей Хорошавцев из Уфы. Да. Там все было легко и просто, к сожалению. Очень похож гол на тот, который забил Игорь Чернявский. В первом тайме тоже добивание. И в принципе никого не было. Белоусов. Под удар Гуляйкину. Это был рикошет от Сафронова. Ну что ты тут сделаешь? Да, это несчастный случай. Так бывает, к сожалению. Да?